Знание истории родного города считается неотъемлемым условием при формировании чувства патриотизма. Он проявляется не только в глубокой привязанности к родной стране и готовности ее защищать, но также в особой привязанности к своему родному городу. 14 февраля в Центральной городской библиотеке состояла встреча клуба юных краеведов. Тема занятия звучала так – парки, скверы и бульвары нашего города. Для юных саянцев лекцию провел руководитель клуба летописец Михаил Васильевич Жабинский. В ходе встречи Михаил Васильевич рассказал о сквере ветеранов и сквере первостроителей, парке, таежные бульвары и центральном городском фонтане. Также он поделился фотографиями своего архива, где показана наглядная история мемориалов и памятных мест нашего города. Но внимание хотелось бы заострить на истории создания сквера ветеранов, ведь с военно-патриотической точки зрения именно он считается одним из главных в нашем городе. Его прежнее название – сквер имени Сорокалетия Победы. История сквера началась в 1985 году, когда торжественно 9 мая была открыта стелла, посвященная Сорокалетию Победы в Великой Отечественной войне. Объект выполнен в виде двух развернутых знамен с устремленными верх колоннами, символизирующие органные трубы, из которых как будто бы звучит торжественная музыка. В нижней части стеллы расположен чеканный пояс, который состоит из двух частей. Спереди изображен фронт с надписью «Слава Советской Армии», а позади – тыл со словами «Слава Советскому народу-победителю». В 2005 году по инициативе Совета ветеранов. Стелла Сорокалетия Победы была закрыта на ремонт, а к 9 маю состоялось открытие обновленной стеллы защитников Отечества, и сквер приобрел иное название – «Сквер ветеранов». Клумба, которая прежде располагалась у объекта, теперь стала выложена черными плитами, где, если хорошо приглядеться, можно увидеть надписи, посвященные защитникам Отечества. Новый чеканный пояс был изготовлен в Иркутске скульптором Скачковым в технике кованого алюминия, затем была расширена территория и установлены скамейки. В 2015 году ветеранами Великой Отечественной войны и школьниками города на территории сквера была высажена Победная аллея из голубых елей. В 2018 году в сквере ветеранов появился новый объект высотой почти в 2 метра – Стена памяти. Плиты с именами ветеранов Великой Отечественной войны вмещают в себя более 600 фамилий. Все эти люди проживали когда-то в Саянске, но, к сожалению, время беспощадно стремится вперед, и на сегодняшний день в городе в живых остался всего один ветеран – Александр Николаевич Шавкуленко. В 2019 году рядом со Стеной памяти были установлены стенды, посвященные городам-героям, а их у нас в стране насчитывается 12, и городам воинской славы, среди которых Белгород, Курск, Орел, Владикавказ и другие. 7 мая 2020 года в сквере появился еще один объект – это была знаменитая 45-мм противотанковая пушка образца 1937 года или в народе 45-ка. Конечно же, это копия легендарного оружия, и была она установлена на площадке перед Стеной памяти. С 2005 года по 2021 в сквере была большая клумба, место которой в 2022 году занял, пожалуй, один из главных и символичных объектов нашего города – танк Т-34. В отличие от 45-ки, танк собран из настоящих деталей, которые находили, к слову сказать, находят до сих пор, на полях сражения Курской битвы. Но, конечно же, танк не на ходу, так как внутри совершенно пустой. Саянск – самый молодой город области, и его история, конечно же, не связана с историей Великой Отечественной войны. Об этом периоде напоминает лишь сквер ветеранов, где установлена Стелла Победы. Памятники являются уникальными напоминаниями о подвигах предыдущих поколений, несут функции исторической преемственности опыта, культурно-исторического наследия, играют воспитательную, познавательную и образовательную роль. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова